Венгрии пересмотрят соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Сергей Лавров заявил, что закон о реинтеграции Донбасса противоречит минским договоренностям. Минобороны России обвинила США в имитации борьбы с исламским государством. Власти Венгрии инициируют пересмотр соглашения об ассоциации Киева с Евросоюзом в связи с новым украинским законом об образовании, который существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств. Об этом на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярта. По его словам, закон нарушает принципы соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Неприемлемо, что рядом с ЕС в 21 веке закрываются школы из-за преподавания на национальных языках. При этом Сиярта выразил уверенность, что единственный способ повлиять на ситуацию – усилить международное давление на Киев. В понедельник 9 октября по американской инициативе состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Рексом Тилерсоном. Собеседники обменялись мнениями по ситуации в Сирии, включая перспективы взаимодействия Москвы и Вашингтона по обеспечению функционирования созданных там зон деэскалации и продвижению процесса политического урегулирования конфликта. Обсуждались и другие актуальные международные проблемы. В частности, Лавров подчеркнул недопустимость эскалации напряженности на Корейском полуострове, который ведут американские военные приготовления в регионе. В связи с этим российский министр призвал к разрешению противоречия исключительно дипломатическими методами. Также Лавров отметил, что продвигаемый Киевом законопроект о так называемой реинтеграции Донбасса явно противоречит Минским соглашениям и подрывает мирное урегулирование. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Коношенков заявил, что за минувшую неделю сирийские правительственные войска при поддержке российских ВКС значительно расширили подконтрольную территорию. По его словам, в настоящее время в районе населённого пункта Ми-1, который находится в 40 километрах к юго-востоку от провинции Дейр-Эс-Зор, проводится операция по освобождению крупного форпоста террористической группировки «Исламское государство». Боевики концентрируются в долине реки Ефрат и пытаются закрепиться на её восточном берегу. При этом, добавил Коношенков, ежедневно фиксируются попытки переброски в Ми-1 свежих подкреплений террористов ИГИЛ, среди которых много иностранных наёмников, вторшихся на территорию Сирии со стороны Ирака. В связи с этим у Минобороны России возникают серьёзные вопросы к целям операции против террористов, проводимых в регионе авиации и коалиции во главе США. Продолжающаяся подпитка террористов из Ирака вызывает серьёзные вопросы к целям операции против террористов, проводимых в регионе авиации США и так называемой международной коалиции. Коношенков также подчеркнул, что коалиция во главе США лишь имитирует борьбу с террористами в Ираке. Оставшаяся в глубоком тылу Ирака ждёт помощи так называемой коалиции вот уже несколько месяцев. Ранее оставленные кварталы города вновь заняли террористы. В этой связи российская Минобороны требует разъяснений, является ли такая смена приоритетов стремлением максимально осложнить сирийско-российскую операцию? Или это ловкая возможность освободить Ирак от террористов ИГИЛ, загнав их в Сирию под точные удары российских ВКС? Помимо этого, Коношенков сообщил о проведении успешной операции по уничтожению экономической инфраструктуры террористов в Сирии, что лишило их источников финансирования.